Итак, ребятушки, здравствуйте! 31 серия на Минской Правде и я, Роман Самуль, вместе с вами сегодня, в этот четверг, 16 марта. Что бы я хотел бы сказать? Во-первых, приболел, да, да, буду много кашлять, но вы этого не услышите, я это все вырежу, вот, как и все охи, вздохи, как говорится. Сегодня, ну, что сказать, в Латвии будет парад легионеров в Афан-СС. Да чего мы дожили? Да, в принципе, это следовало ожидать уже с 14-го года, когда это все началось. Что ждет Латвия в будущем? Ничего хорошего. Допрыгиваются, но интересно то, что они сейчас еще и привлекают к этому. Якобы празднику, в кавычках, шествию, значит, еще и украинских всяких националистов. И вот сегодня они будут, значит, смело там маршировать по городу, Риге, столице. Я просто хочу сказать одно, что, конечно же, будет поднята вся полиция, все будут даже из регионов стекаться, приезжать в столицу, где будет, естественно, усиленный режим, их будут охранять. Лично мое мнение, это народ надо охранять от их, а не их от народа, так скажем. Мое бы вообще желание, я бы как Сталин в свое время поступил бы, честно вам говорю, потому что то, что творится в нашем мире, мы еще раз получаем подтверждение того, что Советский Союз все-таки не добил, не добил эту всю мразь, которая ходит спокойно, сейчас пропагандирует свои какие-то ценности националистические. И это все впитывает молодежь, она думает, что это все нормально. То же самое, в принципе, что и творится с ЛГБТ-ценностями. Кстати, вот сейчас можете скрин увидеть, в принципе, к чему стремилась Украина. И вот, в принципе, немного начинает получать этого всего удовольствия. Многие просыпаются, многие понимают, что происходит. Я много раз об этом говорил. Остается верить только, что после окончания всего этого бреда, ну, тех, кого не могли сейчас уговорить, придется уговорить после всего. С чего бы я хотел бы сегодняшний вот такой наш ролик начать? Знаете, такой сегодня сумбурный, где-то повеселимся, где-то что-то серьезно зацепим. Но сама суть, просто я хочу в очередной раз высмеять ту херню, которая происходит. Но мы не отстаем в плане юмора. Мы можем тоже немного потроллить наших, так называемых, партнеров за океаном. И вы недавно все видели, в новостях, скорее всего, в Телеграме читали, еще где-то в ТикТоках видели, не знаю, в Ютьюбе, может быть, у каких-то блогеров. Сейчас очень тема поднята по поводу беспилотника американского, который сбит над Черным морем. И вы знаете, есть одна версия, есть одна версия. Вот сейчас я ее поставлю, вы ее посмотрите, а потом я вам покажу настоящую версию. Девушки отдыхают. Хорошо. шанкла, все наше внимание, потому что мне не было больше времени, и я в банкине, и я в банке, и я на море и царапанная зуба. И суббот! И суббот! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо нашим аналитикам, которые рассказали правду, как это было, ну, по их версии. А теперь я знаю более правдивую версию, и есть документальные подтверждения тому. Давайте их посмотрим тоже. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Нечто подобное и длани Господней, парящей над миром. Ну и после всего этого, естественно, это все не закончилось. Мы начали дальше, грубо говоря, троллить наших недоброжелателей. И, естественно, этот беспилотный летательный аппарат был выставлен на торги. Да, выставили его за 30 миллионов рублей в Севастополе, Гагаринский муниципальный круг. Округ, точнее, извиняюсь, описание, в общем, у него достаточно такое немногословное. Беспилотный летательный аппарат МК-9, рипер Америка битый. На запчасти утопленник, вин читается, забрет на регистрацию. На запчасти доков нет, есть связь с хозяином. Вот, так что, в принципе, если у кого-то есть деньги, может, пожалуйста, обратиться. Вконтакте, я думаю, можно где-то найти, я не знаю, и, в общем, созвониться и купить. Я надеюсь, вы все юмор понимаете и нормально у вас все с этим. Теперь о серьезном. Телеведущая на одном из каналов, в общем, начинает, понимаете, вот такую почву готовить против Китая. И она, значит, сказала такую вещь, что китайцы уже как две тысячи лет пытаются все время идти против США. И на самом деле практически истребить вот этих людей, бедных и несчастных. Я бы хотел напомнить этой ведущей, что где-то 529 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, только тогда Христофор Колумб вообще открыл так называемую Америку. 250 или 260 лет тому обратно провозгласили Соединенные Америки Штаты, короче, Штаты Америки. Вот так вот. И да, вот посмотрите, как это все преподносят. А проблема вся в том, что люди реально деграданули. Ну, я не знаю, как по-другому сказать. Ну, реально их сделали тупыми. Они перестали вообще иметь какую-то следственную логическую цепочку. Перестали думать. Знаете, вот есть платформа TikTok, она очень наглядно показывает, насколько сейчас все люди воспринимают информацию. Им трудно читать, им трудно смотреть какие-то документальные фильмы, которые там более часу идут, потому что неусидчивость, потому что не хотим думать в первую очередь. Ну и второе. Сейчас, наверное, вся информация, доступная в интернете, мы, знаете, как листаем ее, мы читаем только названия. То же самое и TikTok очень хорошо это показывает, потому что там клиповое мышление. Мы быстро посмотрели минутные ролики, пролистали и дальше. И как бы за одно мгновение времени мы можем набрать больше типа якобы информации. Но эту информацию нельзя разложить по полочкам за столь короткое время. И, соответственно, как бы у нас и получается вся эта каша. Я уже молчу про образование, которое у нас школа, которое там, на западе. И это просто что-то с чем-то. В предыдущем ролике вы могли видеть, как Роман Шклейник показывает программу русского языка в пятом классе, где они просто делают задания, наверное, еще до школьного образования, когда надо просто в прописи там переписать буквы. И причем бессмысленные какие-то там содержания турбар, ну, типа в таком вот духе, понимаете, даже не слова сами. Мне, кстати, вчера тоже знакомая прислала после этого ролика, что у них изучают в школе. И учительница исправляла, во-первых, учительница русского языка, латышка, исправляла ошибки у русской девочки. И, боже мой, посмотрите. Просто сами посмотрите. И, в общем, на этом мы эту тему пока что закрываем. Ну что, очередная новость, которая, в принципе, была ожидаемая, и я об этом сказал еще тоже в прошлом ролике. Европейские фондовые рынки обвалились. Акции европейских компаний стали резко падать на фоне банковского кризиса в США. Ну да, 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 товарищи. А что следовало ожидать другого? Ничего. Вот только вот этого. Это логическая цепочка. В принципе, тут не надо быть каким-то умным финансистом, чтобы понять, что Европа будет, ну, наверное, через какое-то время гореть. Будут забастовки всякого разного рода. Есть информация вот тоже по последним данным, которых не показывают прозападных СМИ. Но благодаря социальным сетям мы можем видеть, что сейчас в Париже идут забастовки работников муниципальных учреждений, такие, как, допустим, мусорщики. И у них сейчас принципиально дело чести выставить и, в общем, не заниматься своей работой конкретной. Вот фотографии вы можете посмотреть. И на фоне вот этих забастовок все жалуются, что появился характерный запах, появилось много крыс в городе. Ну и, соответственно, Европа та чисто и мытая превратилась в немытую. В общем, мой до дыра надо, грубо говоря, туда отправить нашего и, может быть, что-то изменится. Ну, вот такая ситуация, ничего не поделаешь. В среду и в четверг, вчерашняя среда, соответственно, армия проведет учения в Риге. Ямарупа и Юрмали будут отрабатывать задержание. Это латышский таблоид, этот, не знаю, СМИ, так называемый, в кавычках, пишут Делфи. Что я хочу сказать. В принципе, я тоже всегда говорил, что наши, наверное, военные, именно нашинские, да, не вот эти, которые понаехали там натовские, они были заточены для того, чтобы в случае каких-то, ну, массовых выходов людей, как раз подавлять их силой. Какими-то средствами специальными, которые имеют они в своем снаряжении. Я помню, когда у нас 13 января, я не помню, какой точно год был, это 8 или 7, были беспорядки в старом городе. У нас, я помню, до этого еще купили водомет. Это машина такая большая, в общем, с пушкой наверху, очень похожая на танк. Только вместо снарядов она вот как бы под большим напором, в общем, стреляет водой. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что, как и все наше государство, оно покупает списанную технику, ломаную, но с завышенными ценами в 5, а то и в 10 раз. Естественно, разницу как бы кладут себе в карманы, там, через какие-нибудь откаты. И она как бы есть, но как бы применить ее не могут. Но когда хотели воспользоваться этой машиной с водометом, полиция просто, ну, как бы не могла это сделать чисто физически. Потому что, оказывается, она просто тупо, ну, не могла выполнить своих обязанностей, как называемых. Есть такая еще новость, как бы, что мало того, что Тихановская, об этом я вчера рассказывал, полетела в США. Евросоюз думает над тем, чтобы еще как-то помочь вот этим бежавшим из Республики Беларусь поддержать. И, соответственно, ну, не просто так все это делается, это делается с подачи дяди Сэма. Вот, ну, это так, это вкратце. Все равно могу точно сказать, что я настолько уверен, что Республика Беларусь выставит. Это 20-е годы настолько открыло глаза гражданам, настолько они начали понимать все эти процессы и немного увлекаться политикой, что сейчас уже народ не обмануть. Поэтому пускай бы, что бы они там делали, не делали и так далее. Собаки лают, караван идет вперед, как я обычно и говорю. Так что все. Спасибо, что посмотрели. Еще раз вас благодарю. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Это помогает видео для того, чтобы попадать в рекомендации и, соответственно, как бы больше людей видят. Ну, а мы с вами встречаемся завтра в пятницу 17-го числа. Пока.